Да, вышел указ президента Зеленского о том, чтобы приостановить, то есть не решили, как приостановить гражданство, в частности, у Коломойского и Корбана. Стоит отметить, что и Коломойский, и Корбан в прошлые годы, они были, это единая команда, да, и Филатом. Но в какой-то момент они поссорились, потому сейчас нельзя сказать, что Коломойский и Корбан это одна команда, они больше как, ну, у них неприятные отношения, они конфликтуют. И почему же тогда оказалось так, что в одном указе и лишили и Корбана, и Коломойского? Я думаю, что мотивы этого решения разные у Зеленского. Ну, если, допустим, мы говорим по Корбану, то я не думаю, что Зеленский, лишая Корбана гражданство, приостанавливая, он исходил из законодательства и Конституции о том, что нельзя, ну, там спорный вопрос, ну, исходя из его мотива, его личного мотива, что нельзя иметь двойное гражданство. То есть оно подозревает о том, что у него не только гражданство Украины. Потому что у нас полно в Украине людей, в том числе и политиков, и чиновников, которые имеют двойное гражданство, у них никто не трогает. Например, в той же партии «Слуга народа» Владимира Зеленского есть люди, с данным гражданством, но их никто не трогает. Потому что тут это, скорее всего, используется не потому что закон, а потому что есть какой-то личный мотив. Скорее всего, конфликт у Зеленского с Корбаном. Но я ни в коем случае не оправдываю ни решения Зеленского, ни самого Корба, потому что они оба завязаны на негативе, и я к ним отношусь, лично отношусь негативно. К ним двоим, и Корбану, и Зеленскому. Что же касается Коломойского, тут интересно проанализировать, является ли это решение Зеленского действительно попыткой отмежеваться от Коломойского, потому что все его связывают с ним, я его связываю, журналисты связывают, в Америке его связывают, правительство США тоже его связывает с Коломойским. Поэтому является ли это решение Зеленского действительно отмежеваться от Коломойского, показать, что он действительно не связан больше с этим олигархом, Или это попытка замаскировать это действие. Смотрите, на самом деле я с ним дружу, но я показываю для публики, что я лишил его, потому не читайте, что мы вместе. Вот это интересно, посмотрите на реальный мотив. Теперь, что касается вопроса, выдаст ли Зеленский Коломойского Соединенным Штатам. Я не думаю, что прямо завтра он его выдаст. Потому что если он, мы, допустим, предположим, он решит его выдаст, то я думаю, что этому будут пришествовать очень большие торги. И они будут торговаться. Допустим, если я им выдам, а что вы взамен мне предложите? То есть какие уступки вы пойдете? Так все просто по закону не работает. Объявили и выдали. Нет. Все будет торговаться, будут какие-то нюансы. Но стоит обратить также внимание, что Коломойский и Зеленский не пребывают в конфликте. То есть тот же канал 1 плюс 1 не атакует. Зеленского, если мы сравним, как это делал канал ТРК Украина, которым владеет Ренат Ахмедовым. Потому что между Ахмедовым и Зеленским действительно был политический конфликт. И это была война, которая была явная и ни с кем не оспаривалась. А что касается Коломойского, у них нет конфликта. Что же тогда это было? Не является ли это попыткой, многоходовочкой Зеленского сделать видимость, что он действительно конфликтует? Ну, показать, что он якобы покинет с Коломойским. В то же время он с ним продолжает сотрудничать. Последнее решение судов в Украине, когда Коломойский продолжает вражаться за свой приватбанк. Там у него разные схемы, компании. И я не вижу, чтобы как-то суды в Украине атаковали Коломойского, забирали у него имущество. Походу, он все решает в свою пользу. Вы знаете, что в Украине, если человек попадает в немилость правительства, то, как правило, судебная машина его просто уничтожает. То есть вы напрочь отрицаете, что у нас хотя бы первые шаги делает судебная реформа. Как было раньше при Януковиче ручное управление судами, так и сейчас есть, вы полагаете, да? Безусловно, потому что Офис Президента, он не создает институции. Когда есть какой-то независимый суд, который может принять решение, в том числе против Офиса Президента. Есть какая-то прокуратура, которая может возбудить уголовное дело против высших должностных лиц Офиса Президента. Этого нет. Я просто приведу пример. Просто банальнейший пример. Вы знаете, да, там после избрания Зеленского возник скандал с братом Ермака. Я не помню, Денис его зовут? Я не помню. Но брат Ермака, который был зафиксирован на видеозаписи, многочисленной видеозаписи, что он ведет переговоры с разными людьми о назначении их на должность и в государственные органы власти Украины, в том числе за финансовое вознаграждение. Было такое, да, знаете, эти записи. И чем закончилось это уголовное дело? Ничем. Я лично, я лично обращался в правоохранительные органы с заявлением по этому поводу. То есть я написал, я увидел в интернете, я сделал заяву про злочин. О гражданин Украины, который имеет право это сделать. И начали мое заявление в футболе, там не регистрировать, там то, сё, пятое, десятое. И в итоге как-то они его похоронили. Ну я просто убедился на практике, что все то же самое, как было до Зеленского, оно продолжается. То есть в отношении высших должностных лиц не то, что судебно, не проводится расследование, чтобы передать тот же объединительный акт в суд. Далее. Кто у нас занимается кураторством всех правоохранительных органов Украины? То есть кто ответственный? Это Олег Татаров. Олег Татаров, заместитель Ермака, главы офиса президента. Это назначенный Зеленским, есть указ, который опубликован в офисе, сайт офиса президента, в том, что Татаров отвечает за деятельность правоохранительных органов Украины. То есть он контролирует МВД, СБУ и ДБР. То есть офис президента курирует работу правоохранительных органов. Как они могут расследовать какие-либо уголовные дела против чиновников офиса президента? Это просто невозможно. О нем мы еще поговорим чуть позже. А все-таки хочу закончить с Коломойским. Вы исключаете, что, например, Украина, ну я грубо говорю, примитивно, обменяет Коломойского на оружие? Я буду лично очень рад, если действительно Коломойского выдадут Соединенным Штатам Америки. Я написал в Телеграме о том, что я с удовольствием его здесь встречу прямо в Вашингтоне. Тут рядом аэропорт. Я лично приду на машине, я встречу его, не знаю, с цветами, с камерой, с чем угодно. И буду ходить на судебные заседания, показывать обществу, что происходит. То есть я за. Супер. Как оно будет, я не знаю. Посмотрим, да. Я буду надеяться, что Зеленского окажут, ну, так сказать, может, политическое давление, чтобы он решился на это. Но пока что я не могу лично от себя сказать, что это вот произойдет прямо завтра. Спасибо. 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 Продолжение следует...